Всех приветствую, с вами Сергей Никонов, и сегодня я расскажу о базовых принципах работы фреймворка V2. Мы коснемся паттерна MVC, Model View Controller. Вкратце я расскажу, что это такое, и сразу перейдем к практике. Итак, как вы помните, в прошлых уроках я говорил о том, что у нас есть front-end и back-end. Так, V2, в фреймворке и advanced шаблоне, разделяется сайт на две части. Главный сайт, на который заходят пользователи, и систему администрирования для главного сайта. Мы с вами создали два вокальных домена, это front-end-test и back-end-test. Вот они у нас, два домена этих. И сейчас давайте мы перейдем с вами в код проекта, и найдем вот эти наши front-end и back-end. То есть вот у нас здесь есть back-end, это для системы администрирования нашего сайта, каталог. Все, что мы видим на вот этом вот сайте. В данном домене back-end.test, это относится, соответственно, вот к этому каталогу, который называется back-end. Для front-end, на который будут заходить пользователи, у нас есть свой каталог, который называется front-end. То есть вот здесь вот все хранятся файлы, которые относятся к нашей front-end части. Также у нас с вами есть и другие каталоги, о них мы поговорим позже, в последующих уроках курса и два. И сейчас мы рассмотрим front-end часть. Перейдем обратно на сайт. Взгляните на главную страницу. У нас есть верхняя часть, где идет меню, название сайта по умолчанию, основной контент, то есть все, что вот это посередине, это считается основным контентом сайта. И нижняя часть, которая называется footer. Как правило, верхняя часть и нижняя часть остается без изменений. И когда мы переходим по страницам сайта, у нас меняется только контент, который находится посередине. То есть вот этот вот контент. Какую бы мы страницу ни перешли, у нас остается верхняя часть без изменений и нижняя часть остается без изменений. И два это MVC-фреймворк, то есть все разделено на Model, View, Controller. И начнем мы с вами с контроллера. Когда вы переходите по страницам сайта, обратите внимание на два get-параметра. То есть у нас есть первый get-параметр это сайт, и второй get-параметр это индекс. Значение этих get-параметров. Если мы перейдем куда-нибудь на страницу about, здесь у нас поменяется about название, а здесь останется сайт. Перейдем. Sign up, то же самое. Сайт остается, sign up меняется. Вернемся на главную. Вот этот сайт, это название контроллера, который задействован. А индекс, about, здесь вот, это название методов. В данном контроллере. И чтобы было понятнее, о чем я говорю, давайте откроем код. Найдем наш контроллер. Контроллеры хранятся в каталоге Controllers. Развернем этот каталог. И вот у нас есть наш сайт-контроллер. Он называется сайт-контроллер. Соответственно, здесь вы видите сайт. И здесь вы видите название какого-то метода. Давайте его сейчас перейдем. На него откроем. В этом уроке я не буду углубляться и рассказывать о всевозможных параметрах и методах контроллера, чтобы вас не перегружать информацией. Эту информацию мы рассмотрим на протяжении всего курса. Каждый метод для отображения страниц в браузере называется action. Здесь мы видим, идет сначала название action и потом идет название страницы. Индекс это обычно главная страница. Далее идет у нас action и логин. То есть у нас есть также страница логин. Если мы перейдем, вот у нас логин. Соответственно, вот этот метод контроллера action.login отвечает за страницу логина, которую мы видим здесь вот на фронт-энд части. И каждую из этих страниц мы можем найти в данном контроллере, который называется сайт контроллер. Также у нас есть action.contact. Тоже у нас здесь есть эта страница. Есть у нас action.about, который мы с вами смотрели. Вот у нас action.about. А сейчас давайте попрактикуемся немного и посмотрим, как же у нас работает контроллер и как у нас работает view. И вообще, что такое view в паттерне mvc. Для этого давайте создадим какой-нибудь новый action. Назовем его action.hello. Здесь напишу такой код. По аналогии с данным action. В принципе, могу даже скопировать. И вставить. И немного его подправлю. Вместо about я напишу какой-нибудь action.hello. Возвращать у нас ничего не будет. Это мы сотрем. И вместо этого напишем echo.hello. Так, у нас появился еще один action под названием hello. И давайте попробуем на него перейти. Зайдем в браузер. Можем зайти на любую страницу. На главную, либо на about. Не имеет значения. И вот здесь вот сотрем. Если мы перешли на страницу about. Сотрем about. Чтобы у вас оставалась вот такая вот надпись. И сюда напишем hello. И нажмем на enter. Как вы видите, у нас отображается наша надпись hello. Которую мы здесь в коде написали. Через echo вывели. Но у нас нету верхней части сайта и нижней части сайта. То есть у нас только одна наша надпись. Здесь мы можем писать какую-нибудь даже верстку. Например, там сделать большим. Как заголовок. Обновим страницу. Тут лишний у меня осталось. Вот так. Даже он понимает верстку. То есть в принципе вы уже можете внутри action hello. Писать какой-нибудь html код. Который выводится через action hello. Но так никто не делает, я надеюсь. Так как это нарушает сам принцип MVC. Для html кода предполагается использование view. То есть это просто какая-то отдельная страница. В которой находится верстка. А потом эта страница уже подключается в контроллере. Строчкой вот такой вот возврата. Советуу. Сейчас проверяю. Советую. На одном отеля.